Этот небольшой дом на улице Третьего Интернационала буквально притаился в зелени. По официальным данным, введен он в эксплуатацию еще в 1917 году. Когда-то тут располагалась конюшня и мастерская. Третий этаж надстроили позже. В 2019 году дом наконец-таки дождался капитального ремонта крыши. В среду проходила приемка выполненных работ. Строение кровли оказалось нестандартным, поэтому времени у подрядчика ушло чуть больше, чем он планировал. Материалы использовали везде как стандартно. Замена деревянных конструкций, пленку постелили, пароизоляцию и профиль, профилированный лист. Также сделали водосточку, разуклонку, чтобы не было протечек, чтобы не отопило фасад. Принимает работу большая комиссия. В ее составе представители органов местного самоуправления, департамента ЖКХ, строительного контроля, управляющие компании и представители рекоператора. Задача специалистов – везде заглянуть и все сомнительные моменты зафиксировать. Кстати, самая заинтересованная сторона – собственники. На крышу лезть отказались, хотя и посетовали. Прежняя кровля безбожно текла. Под данным рекоператора жильцы собрали на капремонт с 2015 года почти 133 тысячи рублей. Собираемость в этом небольшом доме 85%. Стоимость ремонта крыши – 1 миллион 787 тысяч рублей. Вот такая арифметика. Сейчас фонд занимается объектами, которые стояли в плане на 2018 год. Сейчас на выходе на приемной комиссии порядка 80 домов. Ежедневно у нас проходят приемки. Дальше мы обеспечили аукционы по 72 домам. Сейчас определится подрядная организация и выходит тоже на работу. Там будет проводиться ремонт инженерных сетей. Гарантия подрядчика на крышу – 6 лет. Необходимы акты комиссии. Все не подпишут, пока исполнители не устранят все замечания и недочеты. Но как только работу примут за содержание кровли, будет отвечать управляющая компания. Во многом именно от коммунальщиков зависит, как долго жильцам этого дома будет тепло и сухо. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.